4 часа дня и да, мы сами здесь для того, чтобы делать твой день более интересным и креативным. Так, картины из сценариев. Роботы на ЖД вокзале. И сколько можно заработать на рычаг из корку, из корки. Будем узнать от нашего гостя. Сергей Ткачук. Дизайнер и автор дизайн-студио WineCorkArt. Головный напрямок проекта – створение эко-сумок из коллекционных марочных винных пробок. Сергей также приготовляет прикрасы, элементы интерьера и даже сукни. Таким творчеством нужно было где-то учиться, завершать дизайнерские курсы, получать сертификат, в конце концов? Ну, нет. Я даже не знаю, где этому учиться на самом деле, потому что в Украине этим никто не занимается. Я учусь этому, смотря на тех людей, которые делают это что-то в мире, ну, в интернете, естественно. И, исходя из этого, уже придумаю что-то свое и работаю в своем направлении. А что все же больше приносит прибыли? Сумки, аксессуары, реквизиты к декору? Или же, может быть, подобные вот тканевые твои украшения, которые сейчас можно даже на тебе лицезреть? У вас же есть, у тебя такие же платья, да? Да. Я, как бы, недавно начал это делать, я во Львове на фестивале сырая вина, я делал показ с участной украинской вышиванки. Я делал полностью вышиваночки, платья, сумочки, клачи, все под полностью этот образ, как бы. И основная статья доходов, на самом-то деле, это сумки, клачи и вышиванки. Как бы все вот эти мелкие изделия, это только под заказ, когда кто-то что-то просит сделать. Если я к тебе со своими пробками приду, попрошу сделать мне что-то интересное, ты согласишься? Конечно, почему бы и нет. Правда, и идешь на потом? Есть моменты, когда я эти пробки, если вы захотите, чтобы я сделал вам сумочку, я не все ваши пробки смогу использовать. Потому что на сумке используются цельные пробки, и, например, дно и каркас должны быть только цельные и ровные, потому что, чтобы мне дать форму. Если серединку я уже могу варьировать, да, но чтобы был каркас, чтобы было от чего отталкиваться, чтобы была форма. Кто хотел бы из красоток приобрести сумочку из пробок с подвина? Давайте сейчас пойдем на улицу нашего города и найдем любительниц подобного искусственного творчества. И что такая корк-арт? Какой-то, наверное, проект нет. Да, раньше из корки на плану. Без понятия, какие сваренные в это мастерство для людей на с корки, вид пляшок, робот, резни выработать. Что ты робишь из корка, маусь, коли открываешь пляшку? А? Я не открываю пляшки. Разные дизайнерские штуки. Ну, не знаю, ну, выкидаю. Без братиком, какие-то игрушки, там, ну, что-то такое. Я его оставлю дома, сподіваючись, что, знаешь, у меня когда-то будет не так много, что сможет сделать на него что-то достойное. Ты бы носила сумочку из корков? Интересная идея, я не рассматривала. Нет, это занадто эпатажно. Меня бы заинтересовало. Нет, думаю. В некоторых жизненных ситуациях, возможно, так. Думаю, можно попробовать. Если оно будет прикольно и стильно выполнено. Не знаю, корк звучит как, ну, не очень. Для сумочки особенно. Мне кажется, она будет какая-то не очень функциональная сумочка из корков. Нет, нет, не носила. А взгляд для просувания бренда обоископотребна там якась лагенда, обож миф, мифология, то-то идеология. Ты сейчас такая уже навыгадывав, обож воно само народилось? Оно само, само происходит, потому что само направление вайн-коркарт, винно-корковое искусство, оно родилось на уровне декоративно-прикладной сферы. Это попытки присособыть эстетическое достоинство корка или корковые пробки к утилитарным вещам. Не исключено, что винная пробка засунута там, когда-то хозяйка кухни в ручку, крышка кастрюли, и была таким первым, таким прикладным попыткой как бы. Я пошел дальше, и оно само получается. Рождаются какие-то истории, какие-то легенды. У меня было мероприятие, я проводил, и я всегда подхожу к бармену, говорю, так, я после мероприятия заберу у вас пробочки. Он говорит, да, да, хорошо. И проходит мероприятие, первый танец молодых, и у нас холодные фонтаны есть, мы используем. Парень-ассистент забыл аккумулятор, пришлось всегда от розетки зажигать эти помещения. Выбивают пробки. Я понимаю, что у меня есть 30 секунд для того, чтобы включить пробки, чтобы дальше продолжать мероприятие. Я подхожу к бармену, говорю, пробки, пробки. Он такой недовольным лицом, потому что я закрываю ему эти фонтаны, берет мне и жменью пробок на барную стойку. Я говорю, да нет, свет включил. Прикорная ситуация, взгляд. Ну, вот так оно как-то возникает. Сергей, я хочу тебе поддякувать, потому что, действительно, мы потрапили на шаленную, наивеселую пробку, которую можно только потрапить. Это был шаленый трафик, идеи и, взгляд, очень интересных порад, которые ты нам сегодня надал. И вам спасибо за приглашение. До скорых встреч. Предлагаем встретиться уже ровно через час. Ведь дальше, в продолжении стартов шоу «Снаскафы 3 в 1» тебя ждут креативные идеи, невероятные факты, а еще неожиданные арт-проекты. Ну, а також, как зарядить свои гаджеты от морского приплыва, отлива и тиска воды. Типографик арт. Что это такое, а еще как? Японские роботы на залезнице. Об этом, обо всем и даже больше через час. Субтитры сделал DimaTorzok